Главное и принципиальное отличие православной религии от других христианских течений Поэтому всяческие христианские течения, которые появились не во время Христа, его жизни земной здесь, они являются непоследовательными течениями То есть у них нет цепи такой передачи от апостолов к ученикам, от учеников к ученикам У нас эта цепочка сохраняется от самого Христа и от апостолов в христианской православной церкви В других христианских конфессиях этого нет А какие существуют другие конфессии? Ну если говорить о тех, которые не имеют вот этой преемственности, это протестанты, которые появились там в 17-18 века И различные их течения протестантские, это и баптисты, и адвентисты, и прочие конфессии, которые были позднейшими, так сказать, уже появившимися Да и сейчас их около 400, по-моему, сект христианского толка Но есть еще и католичество, собственно, из которого произошли эти все следующие ответвления Но католичество – это другая уже, так сказать, стезя, это то, что произошло в 1056 году, когда был раскол христианской церкви на два течения На православное и на католическое, это уже другая тема беседы, скажем так Субтитры создавал DimaTorzok